В 2021 году в Московской области стартовала реформа механизма по обращению со строительными отходами. В рамках новых правил создана информационная система, где регистрируются транспортные средства, перевозящие такой мусор. Автомобили в обязательном порядке должны быть оборудованы спутниковой навигацией, чтобы отслеживать их перемещение. Машины без соответствующих талонов фиксируют камеры видеонаблюдения. За период реформы штрафов выписано более чем на 60 миллионов рублей, а количество незаконных свалок сократилось почти вдвое. Однако злоумышленники остаются и продолжают свою нелегальную деятельность. Территория вблизи деревни Жапкина, Ленинского городского округа, здесь было зафиксировано размещение отходов на земельных участках, приближенных к водной территории. Мы работали не в рамках обращений в этот раз, мы проводим свои профилактические мероприятия, направленные на выявление подобных объектов. Соответственно, в рамках межведомственного взаимодействия был установлен данный объект. Просидев полтора часа в засаде, участникам рейда удалось буквально за руку поймать нарушителей. На участок приехало три самосвала. Один из них сбросил отходы – строительный мусор, асфальтобетон и котлованные грунты. В дальнейшем мы материалы составим, направим их в суд. Здесь амплитуды наказаний от штрафа и заканчивая возбуждением уголовного дела. Какая сумма минимальная штрафа? Минимальная сумма штрафа будет порядка 300 тысяч рублей. На ваш взгляд, это насколько весомое для таких негодяев наказание? Ну, это только начало разбирательства. В дальнейшем, я думаю, нам помогут правоохранительные органы установить истину по данному делу. Ну и, соответственно, привлечь всех виновных, если будут обнаружены факты и состав преступления уголовной ответственности. Усугубляет ситуацию приближенность участка к реке. Отходы проникают в воду и загрязняют ее. А биться входит водоохранный поезд города Москвы. Помимо всего прочего, тяжелая техника при выезде с частной территории, попадая на муниципальную дорогу, на колесах разводит большое количество грязи. Все прекрасно знают, что можно делать, что нельзя делать. И нарушители обязательно будут наказаны. Как отмечают участники рейда, наказание не самоцель. Реформа системы должна сделать нелегальное обращение с отходами экономически невыгодным, что позволит искоренить проблему. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видно-ТВ.